За материальной помощью в мэрию Петрозаводска обратились 25 человек. Согласно постановлению администрации города, люди получат единовременно по 4000 рублей. Кроме того, две особо нуждающиеся семьи получат по 5000 рублей дополнительно по городской программе «Забота». Специалисты подтвердили, что инженерные сети дома сегодня функционируют в нормальном режиме. В квартирах, не пострадавших от взрыва, есть вода, электричество и газ. По предварительной оценке проектного института «Карелпроект», пострадавшие от взрыва 4-й и 5-й подъезды подлежат восстановлению. Сегодня жильцы с помощью специализированных служб помощь вывозят из поврежденных квартир уцелевшие вещи. На комиссии было принято решение до 10 ноября выполнить проект по ремонту разрушенных взрывом газа квартир. По оценкам специалистов, проект обойдется городскому бюджету в 1 миллион 200 тысяч рублей. Затем нужно будет определить организацию, которая займется ремонтом. До окончания ремонта все жители, которые нуждаются в жилье, могут проживать в центре временного проживания на улице Жуковского. С завтрашнего дня дополнительно еще въезжают туда 3 человека. В итоге у нас на пункте временного размещения будет 16 человек. Мы можем сказать, что эти люди до окончания работы могут там проживать? До снятия режима чрезвычайной ситуации они будут и обеспечены в том числе питанием. А после этого до окончания работы они будут проживать, но питаться уже будет самостоятельно. Также на комиссии подтвердили, что после окончательной оценки ущерба от взрыва жильцы получат материальную помощь по 25 тысяч рублей за частичную утрату имущества и до 50 тысяч за полную потерю имущества. В связи с этим мэрия Петрозаводска готовит обращение как к правительству республики, так и к федеральному центру о возможности предоставления финансовой помощи. Как пояснили участники комиссии, собственных финансовых ресурсов на предоставление компенсации пострадавшим в трагедии городу может не хватить.